Подготовка к проведению процедуры очищения печени в обязательном порядке включает в себя выбор времени проведения процедуры. Для того, чтобы в первый раз при первом проведении процедуры вам сопутствовала удача со стороны сил природы вашего тела, следует учесть 1. сезон проведения процедуры, 2. день внутри лунного месяца и 3. время внутри суток. Каждый орган человеческого тела изменяет активность своей деятельности как в течение суток, так и в течение лунного месяца. И, конечно, на активность любого органа человека и другого животного влияют сезонные периоды года. Выбор времени производится таким образом, чтобы активность печени и желчного пузыря была на пике сезонной активности, на пике активности внутри лунного месяца и на пике суточной активности. Сезонная активность тканей, печени и желчного пузыря – конец зимы, начало весны. То есть в среднем где-то с февраля по апрель. Это удобное время проведения, сезонное время проведения этой процедуры. И благоприятный сезон для проведения экспресс-чистки печени – это конец зимы, начало весны. В случаях, когда времени на ожидание нет, или, другими словами, состояние печени и желчного пузыря не дает времени ждать, проводить экспресс-чистку печени нужно в полнолунии, в любой сезон времени года. Активность тканей печени внутри лунного месяца. По лунному календарю, например, на странице, адрес которой указан на экране, определите время наступления полнолуния в выбранном вами месяце проведения процедуры. Эта дата плюс-минус один день и будет самым удачным днем для очищения печени внутри лунного месяца. Активность тканей печени внутри суток. Суточная активность тканей желчного пузыря с 23 часов до часу ночи. Печени с часу до трех ночи. В назначенный вами день начинать процедуру очищения печени следует во второй половине дня. Выбранный таким образом день наиболее благоприязан не только для первого очищения печени, но и для следующих очищений этого органа. Просто человек, накопивший опыт проведения процедур очищения печени, не пугается, не впадает в панику в ситуациях, когда ход очищения идет не по запланированному графику. Например, у меня был случай, когда, поленившись сделать 3-4 процедуры предварительного пригревания, я сделал всего одну горячую ванну. О графике ванн далее. Я уже считал себя таким опытным, что через час после приема сока, не дожидая 23 часов, лег спать, что я и делал раньше. Но ночью, около 2 часов, в ходе очищения, я пожалел о том, что принял всего одну горячую ванну. Почему? Потому что приступы тошноты и дурноты были довольно сильными, такими, какие я ни разу не испытывал. Внутренней картины ощущений у меня сложилась такая, что этот выброс из желчного пузыря, который начался, никак не определит, куда ему двигаться, вниз или вверх. В принципе, ничего страшного не было. Мне хотелось завершить правильным образом процедуру, вывести весь выброс через анус и поставить галочку, что сделано. А для этого кома-выброса кишечник снизу был менее проходим, чем область сверху. Именно поэтому я ощущал приступы тошноты. Опыт проведения процедуры у меня был, и я постарался вспомнить ощущение, когда меня проносило. Вы понимаете, о чем я говорю? Мне удалось вспомнить это состояние послабления, и выброс благополучно двинулся вниз. То, о чем я рассказал, и есть элементы сознательной саморегуляции. Новичок в такой ситуации с большой вероятностью мог запаниковать и даже вызвать скорую помощь. Визит сотрудников скорой помощи и госпитализация надолго, если не навсегда отвадят новичка от этих простых процедур бандажа на языке медиков или процедур очищения. Именно поэтому всем начинающим я рекомендую в первый раз соблюсти все рекомендации из этого видео. Итак, определив дату проведения процедуры очищения печени, вы выполните первый пункт подготовки. Вторым пунктом подготовки является курс горячих ванн. За 7-10 дней следует начать прием горячих ванн с интервалом в 1-2 дня, то есть через день или через 2 дня. Оптимальным можно считать проведение не менее 3-4 процедур прогревания тела до начала проведения экспресс-чистки. Температура воды 38-39 градусов. Длительность процедуры 15-20 минут. Назначение процедуры – сдвинуть шлаки и камни к местам сброса. Как это? Многие шлаки, и в частности билирубиновые камни, имеют пластичную структуру и при повышении температуры тела на 1-3 градуса из состояния твердого замерзшего пластилина становятся тягучими и более подвижными. Это облегчает их перемещение к местам сброса. Последняя ванна. Последнюю ванну следует проводить за день до процедуры очищения. Третий пункт подготовки. За 3-4 дня, лучше за неделю, перейти на диету, в которой 1 или 2 приема пищи состоят только из яблок. Очень хорошо последний прием пищи вечером сделать целиком яблочным. Из меню питания исключить мясные продукты, десерты, жирную и жареную пищу. Это третий пункт подготовки. Четвертый пункт подготовки. Приготовить масло. О выборе масла. Масло можете приобрести заранее, не торопясь. Само оливковое масло надо выбрать такое, на котором написано экстра-виржен. Остальные приготовлены с тем или иным отклонением от естественной классической технологии холодного отжима. При этом можете учесть, что в холодное время года лучше приобретать масло на открытом рынке. Это позволит по состоянию масла в бутылке увидеть, натуральный это продукт или нет. В холодное время года, когда температура на улице плюсовая, но около нуля, при этой температуре оливковое масло за 2-3 часа пребывания на улице загустевает. Если в торговой точке торгуют оливковым маслом с красивыми этикетками и бутылками, в которых масло не застывшее на улице, то это явный признак о заменителях лимонного сока, кислоты и масле. Лимонную кислоту в порошке употреблять нельзя. Нужен сок, кислый сок. Есть, встречаются рекомендации по приему других кислых соков, не только лимонного. Я пробовал применять лимонный сок и смесь лимонного сока с клюквенным. На меня лимонный сок оказывал наиболее ощутимые действия. А вот к маслу я советую отнестись посерьезнее, к заменителям масла. Как утверждает Малахов, к заменителям оливкового масла. По утверждениям Малахова, оливковое масло можно заменять подсолнечным. Я не пробовал это делать. Тем, кто решит попробовать эту замену, следует учесть, что оливковое масло содержит до 80% ненасыщенной жирной кислоты основного компонента участника чистки. В подсолнечном же масле это значение не поднимается выше 40%. Процедура с помощью подсолнечного масла проходит, есть об этом сообщение, но процедура очищения может пройти труднее. Тем более, первый раз и еще один скрытый камень при употреблении масла. После процедуры очищения печени, хоть лично меня и не очень тошнило от оливкового масла, но вот отношение к маслу как к лекарству и не очень приятному осталось. Запах оливкового масла месяц или больше вызывал у меня очень легкое рефлекторное подташнивание. Скорее даже лишь воспоминания об этом подташнивание. Но блюда заправленные оливковым маслом вызывали не восторг и выделение слуны, а вот именно это воспоминание. И если в обычной жизни вы часто заправляете блюда подсолнечным маслом, то искренне вам не рекомендую во время чистки использовать подсолнечное масло. Пятый пункт подготовки проводится непосредственно перед процедурой очищения. Приготовление лимонного сока. Если у вас есть соковыжималка, то вопрос о том, как выжать сок из лимона, для вас явно не актуален. Если нет, то можно воспользоваться советом. Для того, чтобы лимон отдал как можно больше сока, его желательно подогреть до температуры 30 градусов. 35 градусов. Для этого фрукт помещают на минуту-две в емкость с горячей водой, предварительно слегка поколов кожуру вилкой. Главное, чтобы проколы не дошли до мякоти лимона. Затем подготовленный лимон кладут на твердую поверхность, стол или разделочную доску и надавливая катают до тех пор, пока фрукт не размягчится. Затем можно переходить к следующей стадии. лимон разрезают вдоль и отжимают просто сжав в кулаке. С той же целью можно воспользоваться ручной соковыжималкой. Стоит она недорого, а если вам понадобится отжать сок лимона, является просто незаменимой вещью. В назначенный вами день процедуру очищения печени следует выполнять во второй половине дня. шестой пункт подготовки. Диета и распорядок дня в день проведения процедуры очищения. Хорошо, если вы с утра сделаете очистительные клизмы из воды. Если вы не планируете эту процедуру на день очищения, то накануне в обед и вечером не злоупотребляйте количеством пищи. В день очищения поесть в завтрак и в обед. Обед и завтрак должны быть легкими. Обязательно из-за стола встаньте чуть-чуть голодными. Это облегчит ваше состояние в период проведения процедуры очищения. Седьмой пункт подготовки. После обеда через 1-2 часа примерно с 15 часов держать горячую грелку на области печени. Можно использовать обычную грелку. В этом случае надо периодически менять воду в грелке. Вариант с электрогрелкой позволит прогреть область печени лучше, если вы закрепите электрогрелку так, что она будет закрывать печень спереди, сбоку и со спины. Фиксацию электрогрелки можно выполнить полотенцем. Фиксацию обычной грелки я выполняю с помощью петли из шнура, продетого сквозь ушко грелки. Эту петлю одеваю через голову и ношу грелку как сумку на плече. Прогрев продолжают до 23 часов. Прием ингредиентов внутрь приема ингредиентов для очищения нужно начинать в 19 часов плюс минус полчаса. К 19 часам нужно приготовить стакан лимонного сока, стакан оливкового масла. В первый раз приготовьте 150-200 грамм масла и такое же количество лимонного сока. В дальнейшем общее количество масла можно довести до 300 грамм. Непосредственно проведение процедуры очищения печени и желчного пузыря. Подготовка закончена. В 19 часов приступить к приему лимонного сока и оливкового масла. Варианты приема. Первый вариант 1-2 глотка оливкового масла и сразу за этим глоток 2 лимонного сока. Второй вариант. 1-2 столовые ложки лимонного сока размешать в отдельном стакане с 1-2 столовыми ложками оливкового масла. Эту смесь выпить всю. Для следующей порции заново наполните емкость и перемешайте, потому что масло и сок быстро разделяются на слои. Выждать 10-15 минут. Повторить процедуру приема сока и масла до тех пор, пока не выпьете все. Если вы плохо переносите масло и вас тошнит после приема масла, то подождите столько, сколько надо, пока не пройдет тошнота и выпейте следующую порцию. Растяните всю если никакие уговоры себя не помогают и тошнота не проходит, просто прервите процедуру. Третий вариант приема. Если вы хорошо переносите прием масла, то смысла, образно говоря, тянуть кота за хвост нет. Вы можете выпить сразу приготовленный стакан масла и запить его стаканом лимонного сока. В этом случае процедура очищения проходит даже более эффективно. после завершения процедуры выпить весь сок и масло послабление произойдет в районе 23 часов или поздно ночью. Другими словами, поздно ночью или под утро вас пронесет. Относитесь к первым ощущениям послабления спокойно. Так и должно быть. И это очень хорошо, потому что процесс пошел. если вы выполняете процедуру уже не в первый раз, то если есть желание после приема масла и сока ложитесь спать. Ночью или утром произойдет послабление и первый выбор скала с содержимым желчного пузыря. Если вы приняли все количество сока и масла и не ощущаете никакого дискомфорта и никаких ощущений позывов на дефекация, то после 23 часов можете лечь в постель и уснуть. Чем спокойнее вы относитесь к процедуре, тем лучше. Ночью или рано утром возможны позывы на дефекацию и испражнения. Если вы выполняете процедуру впервые, то через час полтора после приема сока и масла вы можете выполнить ряд физиопроцедур. А именно на язык положите немного перца, а на область печени аппликатор Кузнецова. Хорошо работают в этом случае мысленные представления о разгорающемся огне в области печени. Если в районе 23 часов вас не послабило, действуйте по схеме. После 23 часов можете лечь в постель и уснуть. Чем спокойнее вы относитесь к процедуре, тем лучше. Грелку можете взять в постель. Ночью или рано утром возможны позывы на дефекацию и испражнения. На следующий день утром после очередного выброса кала сделайте очистительную клизму с водой. Методика приведена в виде пособия по очищению кишечника. Смотрите на нашем сайте. Очень хорошо в этот же день вечером сделать еще одно очищение кишечника водой. Почему? Потому что иногда камни выходят в течение всего дня. Субъективным признаком того, что из кишечника вышли все камни и шлаки это ощущение легкости в кишечнике. Если и после вечернего очищения кишечника состояние легкости не наступило, страшного ничего нет. Через день или в течение трех дней это пройдет. В этом случае вам следует сделать заметку о том, что перед выполнением следующей процедуры очищения печени нужно более тщательно очистить кишечник и придерживаться вегетарианского питания в течение недели перед очищением. Итак, по количеству слизи, мусора и зеленых камушков в испражнениях вы поймете сразу, удалась процедура или нет. Обычное суммарное количество грязи от 300 грамм до литра. Восстановительный период. Питаться на другой день после процедуры очищения следует одними фруктами. Это была операция. Операция на печени хоть и без ножа. Далее, в течение недели питание должно быть вегетарианским. Переход на обычное питание производить следует постепенно. Противопоказания проведения процедуры очищения печени. Очень большие камни в желчном пузыре и при обострениях сердечных заболеваний, при обострении гипертонии, в дни менструации, при беременности, при острых воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта. Если у вас удален желчный пузырь, то проводить очищение печени можно, но обязательно сократите дозу масла в 3-4 раза и соответственно лимонного сока. здоровые люди могут смело практиковать очищение самостоятельно. Периодичность проведения процедуры через 1-2 месяца после первого очищения хорошо повторить очищение печени. После первого очищения печени в течение года рекомендуется провести еще 3 очищения печени. почему? Потому что по наблюдениям практиков печень освобождается от шлака по одному сегменту за одну процедуру очищения, а печень состоит из 4-х сегментов. В дальнейшем, в следующие годы очищение печени достаточно делать раз в год или реже по ощущениям. п 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 л п Субтитры сделал DimaTorzok